всем привет друзья меня зовут виталий диаконов и на моем блоге the real blogger и сегодня мы снова в мексике добро пожаловать в мексику погнали в этот раз наше путешествие в мексику начинается в городе канкун известном курорте мирового уровня с идеально белоснежными пляжами и отличной инфраструктурой в котором тем не менее практически полностью отсутствует атмосфера настоящей мексики поэтому мы берем машину на прокат и вдоль побережья направляемся в тулум мы решили остановиться в этом крупном сетевом отеле by a principle в 15 минутах езды от тулума ведь в самом городе несмотря на его популярность практически полностью отсутствует отеля семейного типа работающие по системе все включено зато их много в окрестностях погнали смотреть отель карибель как видите вся архитектура и дизайн недвусмысленно намекает на то что вы находитесь на родине потомков майя и честно говоря отель превзошел наши ожидания прежде всего за счет своей уникальной атмосферы и шикарного баланса между пенсионерской слюняло детским и молодежно до утра в хлам тусовочным вариантом отдыха с одной стороны выбор всевозможных активностей просто зашкаливает и самих отдыхающих немало но в то же самое время вы всегда можете найти свободные тихие места для отдыха возле бассейна или на пляже и насладиться вкусным коктейлем без суеты вокруг ну и самая главная достопримечательность шикарнейшая собственная береговая линия с бирюзовым океаном и белоснежным песчаным пляжем протяженностью более километра что еще нужно для отличного отдыха в отеле три зоны с бассейнами вот это вот такая больше подходит для релакса расслабления есть центральный бассейн который более тусовочный и отдельная зона для детей с аквапарком отель недавно был полностью обновлен не это прям чувствуется потому что вся мебель вся плиточка все новая все свежая современная и очень стильная пляжная зона тоже очень достойная современными с новыми лежачками зонтиками с навесами очень круто территория настолько большая что для передвижения по ней предусмотрены специальные паровозики которые кстати курсируют с небольшими интервалами и точностью как у поездов метро чувствуется что с организацией менеджментом у отеля тоже все хорошо корпуса трехэтажные тоже полностью обновлены в 2020 году поэтому выглядят достаточно современно как снаружи так и внутри а еще они просто утопают в зелени поэтому ландшафтным дизайнерам отеля отдельный респект мы выбрали номер максимально семейной детской зоне отеля и ни капли об этом не пожалели прямо под нашими окнами оказался полноценный мини детский аквапарк с горками и с различными развлечениями типа местных жителей кулисуэза медиа лока байла choка i make this mother rebel и гритес гангали bandidos en la noche yo quemando a ti dinero papi te quiero que es tu problema yo tengo sueño i make this mother dinero papi te quiero que es tu problema yo tengo sueño i make this mother bang ну а с самого утра мы отправились смотреть город тулум я не знаю но я не знаю а у об нам и на л сейчас пойдем исследовать археологическую зону тулума естественно что мы как и любые другие интеллигентные люди начали наше исследование города тулум с поселения майя которые и основали этот город ведь руины этого поселения майя уникальны в своем роде пирамиды в тулуме единственная из всех творений майя которые они построили на побережье тулум был единственным городом майя который в 1518 году испанские конкистадоры застали живым тогда как все остальные города великой цивилизации уже поглотили джунгли для любителей прикоснуться к истории однозначно рекомендовано к посещению старинное название этого места переводится как город рассвета и это не случайно так как город находится на восточном побережье и жители древнего тулума могли наблюдать как каждое утро солнце поднимается над морской гладью ну а мы двигаемся дальше и пробираемся через джунгли в окрестностях тулума чтобы посмотреть еще одно не туристическое но по слухам безумно красивое место лагуну каан лун вопрос сложного выбора или в туалет или в лагуну ну или можно совместить шучу конечно да действительно слухи не врали место потрясающий красоты особенно с высоты птичьего полета ведь именно с высоты становится понятно почему название каан лун в переводе с языка майя означает желтая земля хотя на мой взгляд это место в целом потрясает всеми проявлениями красок единственный выход в лагуну это деревянный причал простирающийся от берега до сенота внутри лагуны который между прочим достигает глубины более 80 метров самом деле очень прикольное место если бы не змей которая клубками просто собирается в кустах если вы любите змей также как люблю их я то вы обязательно зацените как это милаха вполне себе ядовитое возможно сольется с окружающей средой сейчас а если вам не стремно то просто представьте сколько таких милах сейчас там ожидает вас джунглях но вокруг лагуны кромешные джунгли вот так вот и мангровые заросли поэтому соответственно здесь все кишит змеями и всякой такой хорошей живностью в общем страшно красивая лагуна но пора аж вами тулум показать если кто-то вам с восторгом рассказывал о тулуме как о модном и супер атмосферном курорте то скорее всего речь шла о впечатлениях конкретных людей о конкретной гостинице которая не останавливались потому что тулум как город на мой взгляд ничего выдающегося из себя не представляет отельная зона города может впечатлить лишь разбитыми дорогами отсутствием тротуара и средней руки забегаловками и магазинами поэтому чтобы попытаться раскрыть секрет популярности тулума мы отправляемся в самую модную гостиницу этого города отель азулик попробуем разобраться за что эти ребята получили массу отельерских наград и два с половиной миллиона подписчиков в инстаграм концепция отеля азулик это роскошь и экологичность в одном флаконе конструкция его 48 вилл вдохновлена аутентичными хижинами майя номерах нет электричества кондиционеров и даже общего бассейна на территории зато здесь обещают полнейшее единение с природой возможность не носить одежду на территории и супер красивые снимки для инстаграма любителям экологично и эффектно побегать голенькими за тысячу долларов в сутки должно понравиться эко тротуар возле эко отеля единственное место которое нам действительно очень понравилось тулуме это его шикарный пляж во всем остальном я думаю маркетологи тулума и его отелей гораздо лучше чем сам тулум и его отели мексика очень знаменита своими сенотами на полуострове юкатан где мы сейчас находимся сотни если не тысячи этих сенотов сейчас пойдем посмотрим один из них по сути сенот это естественный провал образованный при обрушении свода известняковой пещеры в которой протекают подземные воды дождевая вода прежде чем попасть в сенот проходит через известняк за счет чего фильтруется до идеальной чистоты сенот который мы приехали является частью одной из самых длинных из известных в мире затопленных пещерных систем и называется два глаза хоть этого и не видно из-за густой растительности но две пещеры сенота имеют идеально ровную круглую форму чем напоминают два глаза в одном из этих глаз есть даже уникальная темная пещера который облюбовали летучие мыши и на который имеет смысл конечно смотреть снизу а не сверху на что у нас к сожалению нету времени потому что мы двигаемся главной цели нашего путешествия и я керам впереди почти два с половиной часа дороги и возможность увидеть настоящую мексику они туристическую оля стрея дандолиа арегатон тон тон такая и импись эсэр флоу эсэ la nueva ера pero байла то байло нады малуми тегу calderон на нее это стоит пусть а паа cualquier канцонно табаку и рон и импись эсээр флоу эсээла » на нэва ера па раку паа байло нады малуми тегу Сейчас пойдем смотреть одну из очень известных достопримечательностей майянской культуры, пирамиды в Чеченице. В 2007 году эта пирамида была признана новым седьмым чудом света. И это абсолютно оправданно, потому что в этом городе впечатляет абсолютно все. Чего стоит только этот неразгаданный до сих пор акустический феномен Чеченицы. Какими научными знаниями нужно было обладать, чтобы в седьмом веке нашей эры построить пирамиду с такой точностью, что выступающего жреца было слышно во всей округе. Интересно, что центральная площадь с сохранившимися на ней каменными зданиями на самом деле показывает нам лишь центр города, который здесь существовал. Здесь по сути сосредоточены только самые значимые для майя постройки. Целое же поселение под тем мерком было просто огромным. На некоторых зданиях, если присмотреться, можно даже увидеть остатки яркой оригинальной краски. А еще майя сбрасывали людей в этот колодец, проводя человеческие жертвоприношения. Или проводили ритуальные игры в мяч на одном из самых больших на континенте стадионов. Причем капитана выигравшей команды после игры они тоже приносили в жертву. А теплыми зимними вечерами в этой обсерватории они наверняка работали над своим знаменитым календарем. Все это и многое другое мы узнали благодаря нашему гиду. Поэтому, чтобы чеченица не представлялась вам просто грудой камней, вот вам мой рекомендацион номер один. Обязательно возьмите гида, который вам все расскажет и покажет. В таком случае вы, как и мы, однозначно кайфанете от посещения этого потрясающего места. Кстати, именно по рекомендации нашего гида из Чеченицы мы поехали в один аутентичный мексиканский городок, который расположен неподалеку. Если вы хотите увидеть настоящую Мексику без туристического лоска, вам сюда. Мексика Всем aztанное нагрузку Всем привет Всем привет Всем привет Субтитры сделал DimaTorzok Как так получилось, что потомки великой цивилизации майя, которая принесла нашему миру столько достижений в области науки и техники, живут сейчас вот так? Я не знаю. Спасибо, что смотрели нас, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в новой стране. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok